Всем привет! Сегодня я вам расскажу о том, как можно открыть свой автомобиль марки Subaru, не имея при себе ключа. Используя только секретный пин-код. Я являюсь счастливым обладателем Outback'а 15-го модельного года. Также это подходит на Legacy, Forester и, скорее всего, такое возможно и на других поколениях, более ранних. Но там может быть немножко другая методика. И вот что нам нужно сделать. Под самой эмблемой на крышке багажника находится кнопка открывания багажника. Вот здесь вот. Но рядышком с ней, с правой стороны, находится вторая кнопка. Это кнопка быстрого закрытия всех дверей, в том числе и багажника. Вот именно с помощью этой кнопки мы и будем программировать наш пин-код. В случае с Legacy само программирование идет с кнопочки как раз открывания багажника. Для того, чтобы войти в меню программирования, нам нужно взять ключ, сокрыть машину, удерживать кнопку закрытия и кнопку закрытия с правой стороны багажника. Мы услышим сигнал. Пин-код он пятизначный. Я буду использовать вот тут цифры 3, 2, 4, 6, 7. Конечно, я их не оставлю. После того, как я сниму видео, я поменяю себе пин-код. Я также в целях безопасности не рекомендую использовать цифры с регистрационного номера. Такие как 1, 2, 3, 4 или 5 единичек, или 5 пятерок, или 5 семерок. То есть такие пароли, они заранее запрограммированы, не запоминаются. То есть точно так же, как 1, 2, 1, 2, 1, 2. То есть вы проделаете процедуру, а машина не будет открываться. То есть таким образом Subaru о нас позаботилась и заставляет продумывать более сложный пароль в целях безопасности. Итак, пока я болтал, машина перестала пикать, поэтому нужно повторить всю процедуру. И, кстати, если вдруг вы ошибетесь в момент программирования, вам нужно будет сначала открыть машину, потом снова ее закрыть. Таким образом вы обновлите полностью весь процесс. Закрываем машину. Удерживаем кнопку запирания дверей на самом брелке и нашу кнопку прорезиненную с правой стороны. 5 секунд. Машина начинает пикать. В течение 30 секунд нужно будет нажать на эмблему Subaru открывания дверей. Все, мы готовы. Дальше будем программировать наш код. То есть этой кнопкой, прорезиненной правой, мы будем набирать цифры. 1, 2, 3. Пик. 1, 2. Снова был сигнал. 1, 2, 3, 4. Сигнал. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сигнал. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сигнал. Теперь мы должны повторить еще раз. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Надеюсь, вы сейчас слышали. Машина сама открылась, потом закрылась, моргнув поворотниками. Это свидетельствует о том, что мы удачно запрограммировали наш пин-код. И сейчас можем его проверить. Итак, машина у нас закрыта. Допустим, нам нужно подойти, что-то положить внутрь. Либо наоборот, что-то из машины взять. Ключей у нас с собой нет. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все, автомобиль открылся. Ну что, сейчас мы можем проверить, как открывается наша машина с помощью пин-кода без ключа. А чтобы никто не сомневался, я введу ключ в спящий режим. Разбирать я его не буду, потому что я это делал в прошлом видео. Посмотрите, если кому будет интересно, как поменять батарейку. И как можно открыть и запустить даже движок автомобиля, если у вас села батарейка. Тоже интересное видео. Я оставлю ссылочку в описании. Сейчас я усыплю ключ, введу его в спящий режим. То есть, для чего это вообще нужно? Если вы приехали с компанией или один на пляж, и все хотят купаться, никто не хочет следить за вещами, то вещи могут быть похищены, а, соответственно, и украден ваш ключ. Или вам просто некуда положить этот ключ, ну, к примеру, вы приехали на Нудийский пляж. Вы можете все ценное сложить в автомобиль и закрыть его вместе с этим ключом. Но в 99% случаев автомобиль с бесключевым доступом не даст вам закрыть двери, пока ключ находится внутри машины. Именно для этого его и вводит в спящий режим. Сейчас я покажу, как это делается. Открыв дверь, нам нужно нажать на кнопку запирания всех дверей. После этого на самом ключе нам нужно нажать кнопку запирания и открывания багажника. И удерживаем их. Мы услышали длинный протяженный сигнал. Это означает, что наш ключ заблокирован. И больше автомобиль его не видит. И, кстати, пока ключ спит, мы также не сможем завести автомобиль. Ключ недоступен. Теперь я смело могу оставить ключ внутри машины. Кстати, не делайте этого до того, как не проверите, как работает пин-код. Закрываем. Еще вот один такой момент, о котором я не сказал. Может быть, это, конечно, только на моей машине так. У вас будет по-другому. Я все равно, даже с спящим ключом, не могу закрыть пассажирскую дверь. То есть, когда я ее запираю, он каждый раз открывает ее самостоятельно. То есть, я нажимаю на кнопку запереть все двери. Но когда я ее захлопываю, в момент запирания кнопка сама проворачивается и оставляет эту дверь открытой. Я запираю дверь. И когда я ее закрываю, она сама отчелкивается. Тем самым, не закрываясь. Но когда сама дверь уже закрыта, нажимаем на кнопочку. И все. Дверь заперта. Я просто дотягиваюсь с заднего дивана. Поворачиваю вручную. Закрываю. Все. Машина полностью закрыта. Ключ не активен. Пробуем открыть. Первая цифра 3. Нажимаем 3 раза. Слышим пик. Потом 2. Нажимаем 2 раза. Снова звуковый сигнал. 4. И 7. Все. Пин-код работает. Таким образом мы открыли. Полностью открыли наш автомобиль. А вот и наши ключи. Ключ не найден. Для того, чтобы его, так сказать, разбудить, нужно проделать ту же самую процедуру. Открываем дверь. Нажимаем кнопку запирания всех дверей. И удерживаем кнопку запирания на брелке и отпирания багажника. Около 5-7 секунд. Надеюсь, было слышно. Теперь вы знаете, как можно открыть свой автомобиль с помощью пин-кода, не имея при себе даже ключа. Очень полезная штука, мне кажется, поэтому пользуйтесь. Единственное, что держите в тайне свой пин-код. Если видео было интересным и познавательным, поставьте лайк, подпишитесь на канал. С вами был Сергей Перетягин. До новых встреч в эфире. Пока.